На главной улице с оркестром демонстрация, в парках аттракционы, конкурсы и угощения для взрослых и детей, а на дачах трудовые выходные. Первомай традиционно предполагает разноплановый досуг. Жанна Алпатова обобщила, как рязанцы встречали праздник весны и труда. Главные улицы Рязани в одно мгновение превратились в пешеходные зоны. Первомай жители областного центра отметили дружно и весело. Выходила на берег, Катюша, на высокий вес, на тунтой. Уже в 10 утра колонна начала шествие с площади Победы. Тысячи рязанцев вышли на улицы, в строю, ветераны и молодежь, представители власти и рабочие. Как говорили многие пришедшие, Первомай – это тот праздник, когда даже незнакомые люди вместе пускаются в пляс, в колоннах поют песни и единодушно кричат «Ура». А самые активные жители областного центра не ограничились лишь демонстрацией. На площади Соборной развернулся настоящий праздник. Получила прекрасные, позитивнейшие впечатления от сегодняшнего. Я не ожидала, что будет такая массовость, что люди забудут про сады и огороды. Нелли Мартынова вспоминает, что в ее молодые годы было не так весело и шумно. А сейчас развлечения устраивают для всех поколений. Пока малыши прыгают на батутах, молодежь пробует свои силы в спортивных состязаниях. Те, кто постарше, вспоминают ритмы вальса и танго, звучавшие в первые майские дни много лет назад. Многие рязанцы уехали на природу. Тишина, пение птиц и звуки воды. У водоемов, компании, друзей, семейной посиделки или отдых в гордом одиночестве. Елена Максимова и не предполагала, что сможет вот так часами сидеть на берегу. Сегодня и была рыба, вот там дальше ловили. Вот молодой мужчина идет, он сегодня что-то там поймал. А у вас какая получилась рыба? Да у нас еще там ершик какой-то маленький. Акушок. Акушок. Своеобразная традиция первомай отмечать с шашлыком. И запах жареного мяса в эти праздники разносился отовсюду. И пока взрослые его готовят, дети возятся у реки. Здесь же старшее поколение. У нее в руках спицы, у него газета. Семейная идиллия. Заранее заготовлены лунки. Положим перепревший навоз. Положечки. Золы. Все, остается только полить лунки. И спокойно перенести из ящика в землю. Поливать и ждать урожая. Виктор Пронькин решил, пока не ударили ночные заморозки и не полил дождь, нужно срочно в огород. Порядку на его дачном участке позавидует любой садовод. Здесь разбитый красивый цветник. Красные тюльпаны, желтые нарциссы и пестрые примулы. За цветами нужен особый уход. По всему участку протянуты шланги, а в них дырочки. Открыл кран и полив начался. Накануне праздника посадил два парника помидоры, которые в феврале сажал под пленку, баклажаны и перцы. Зима, особенно последние месяцы, морозы были, а снега уже не было. И вот в результате кустарник, смородина, ничего не случилось. А вот малина, большая часть стеблей погибла. Вот я вырезал все, осталось немного. Но это не очень страшно, потому что система капельного полива восстановит. И урожай будет почти такой же. То есть покушать, поесть всем хватит. Четыре выходных дня – хороший стимул для того, чтобы набраться сил, получить заряд бодрости и, может быть, сделать что-то полезное. А впереди россиян ждут еще одни праздники. Жанна Алпатова, Евгений Леонов, Вести Рязань.